Детская музыкальная школа Чешская делегация уже не в первый раз посещает Полевской. Франтишек Стернат, председатель Кладского чешского российского общества, пригласил коллективы музыкальной школы на международный фольклорный фестиваль. Фольклорные ансамбли, которые приезжают к нам, так что мы очень счастливы, когда мы можем и ту дружбу приезжать. Ну, сейчас я привез некоторые предложения, которые мы бы хотели в будущем году решить. Не только на уровне предпринимателей, но во первых ребят. Мы бы, например, хотели, чтобы приехал ансамбль музыкальной школы, наш фестиваль, который идет в международный фольклорный, который у нас будет в юли, в будущем году. Мы бы хотели, чтобы ваши перезвоны или перецвет приехали, а мы бы очень были рады, чтобы мы могли их там встречать. Потому что, когда они уже были один раз, у них был большой успех, так что мы бы хотели еще, чтобы приехали. Для чешских друзей учащиеся и выпускники детской музыкальной школы подготовили настоящий концерт. Исполнялись даже чешские народные песни. Гости остались в восторге от выступления ребят. Ансамбль байнистов исполнили отрывок из своей программы, которую они готовят для фестиваля в Венгрии. А выступления фольклорных коллективов и вовсе сорвали бурю оваций. Елена Погребняк, руководитель ансамбля «Перезвоны», уже не раз посещала Чехию со своим коллективом. Надеется, что дружба двух городов всегда останется такой же тесной и неразрывной. Дружба наша с городом Клатовы, после того, как она возобновилась, с 2005 года остается тесной и неразрывной. И поэтому я даже не помню, сколько раз мы ездили в Чехию. Я помню, что каждый раз это было событие, каждый раз это была маленькая сказка, потому что Клатовы – это единственное место на этой земле, где у меня никогда не бывает плохого настроения. Сегодня официальный визит чешской делегации подходит к завершению. Гости уезжают переполненные приятными эмоциями и богатыми впечатлениями. И они надеются на скорую встречу. Екатерина Тагильцева, Александр Полищук. Новости нашего города.